Итак, самый первый раздел физики это механика. Он первым проходится и в школе. Что изучает механика? Это раздел физики, который изучает движение тела в пространстве и взаимодействие между ними. Движение, что такое движение? Движение это любое изменение положения тела с течением времени. Например, бросаем камень с крыши. Пока он летит, он меняет свое положение в пространстве. Поэтому то, что с ним происходит, мы будем называть движением. И для описания подобного вида явлений и используются законные механики. И Ньютон в свое время, в своем основополагающем труде математически начала натуральной философии, сформулировал основные закономерности движения тела. Что он постулировал? Три закона Ньютона, которые все мы проходим в школе. В чем заключаются эти законы? Первый закон самый темный, самый замороченный, который мало кто помнит, просто потому, что он формулируется не в виде формулы. Потому что второй закон и третий можно записать в виде математического выражения, а первый закон обычно формулируется словами. Он еще называется принцип инерции. Иногда говорят, что первый закон Ньютона это следующее утверждение, что все тела движутся равномерно и прямолинейно, либо покоятся, если на них не действует никакая сила. В самой простой формулировке можно использовать такую. Что это означает? Это означает одну очень важную вещь, что состояние покоя, когда мы никуда не движемся и сидим на месте, и состояние равномерного и прямолинейного движения, когда мы движемся по прямой линии с постоянной скоростью. Эти два состояния принципиально неотличимы друг от друга. То есть, если бы возможно было себе представить такой поезд, закрытый вагон, где невозможно изнутри увидеть, что происходит снаружи, и поставить этот вагон на идеально ровные рельсы. Так вот, находясь внутри этого вагона, невозможно никакими способами определить, движетесь вы равномерно и прямолинейно или стоите на месте. У вас может быть сколько угодно физических приборов, какие угодно эксперименты вы можете ставить внутри этого вагона, но никаким образом, никакие эксперименты вам не дадут понять. Вы находитесь в состоянии покоя, либо вы движетесь равномерно и прямолинейно. И вот в этом было принципиальное отличие позиции Ньютона по отношению к позиции Аристотеля. Потому что Аристотель до Ньютона был самым авторитетным ученым того времени, и для Аристотеля состояние покоя было выделенным. Он считал, что любое движение возможно только под действием силы. А Ньютон сказал, что на самом деле у нас движение может быть и без действия какой-либо силы, если это движение прямолинейное и равномерное, то есть с постоянной скоростью. Второй закон Ньютона. Это уже всем известная формула. f равно ma. Сила равняется масса на ускорение. Что это означает? Это означает, что как только на наше тело подействовала какая-то сила, это тело начинает менять свою скорость. Если оно упокоилось, оно начинает разгоняться. Если оно двигалось равномерно и прямолинейно, оно начинает либо ускоряться, либо тормозить, либо менять свою траекторию, направление. И таким образом появляется ускорение. Ускорение это величина, которая характеризует скорость изменения скорости. То есть как быстро меняется скорость. Δv на Δt. И третий закон Ньютона. Сила действия равна силе противодействия. Такая рифмованная формулировка, которая тоже быстро запоминается. Что это означает? Означает, что если одно тело воздействовало на второе с какой-то силой f, это означает, что появляется противодействующее этой силе направлено в противоположную сторону. Вы чувствуете эту силу, например, когда стоите на полу. Вы давите на пол своим весом, и пол вам начинает сопротивляться. И вот то давление пола, которое вы ощущаете на своих ногах, это и есть та сила противодействия, которая направлена в противоположную сторону, то есть наверх. Но после того, как мы сформулировали второй закон Ньютона, который вводит такую сущность как сила, логично задать вопрос, а что за силы вообще возможны в природе? И на сегодняшний день таких фундаментальных сил существует всего 4 штуки. Первая сила это гравитация, про нее мы тоже поговорим отдельно. Вторая сила это электромагнетизм. Третья это сильное ядерное взаимодействие. И четвертая это слабое ядерное взаимодействие. Они называются фундаментальными взаимодействиями или фундаментальными силами. И это единственные силы, известные на сегодняшний день, которые приводят в движение все, что мы видим вокруг. То есть любое движение, какое бы мы ни увидели, является следствием одной или может быть нескольких, но из этих четырех сил. Все остальные силы, которые существуют в природе, являются производными от этих сил. Например, сила трения. Что это за сила? Она тоже используется в механике как одно из приближений, но на самом деле природа силы трения заключается в электромагнитном взаимодействии. Потому что когда одна поверхность трется о другую, это означает, что электронные оболочки этих поверхностей взаимодействуют друг с другом и не дают или препятствуют движению. То есть на фундаментальном уровне, на микроскопическом уровне, все равно любая сила сводится к одной или нескольким из этих четырех. И первая сила из этих четырех, которая была теоретически описана, была гравитация. И гравитацию описал тоже сэр Исаак Ньютон в своем известном законе всемирного тяготения. И здесь ключевое слово это всемирного. Потому что до Ньютона, до создания современной физики считалось, что законы, которые работают здесь на Земле, это одни законы. А законы, которые управляют движением небесных светил, звезд, солнца, луны, это какие-то принципиально другие законы. И для описания их движений нужно использовать какие-то другие принципы. Так вот, закон всемирного тяготения уравнял в правах все тела во Вселенной. Поэтому он называется всемирный. Он означает, что все тела, независимо от их природы, будь то яблоко, которое по легенде упало Ньютону на голову, будь то луна, или солнце, или наша планета Земля, все они подчиняются одному и тому же закону всемирного тяготения. Все тела, обладающие массой, притягиваются друг к другу силой прямо пропорциональной произведению масс этих тел и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними. Что это означает? Это означает, что если мы увеличим массу одного из тел в два раза, сила взаимодействия увеличится в два раза. А вот если мы увеличим расстояние между телами в два раза, сила уменьшится уже в четыре раза, потому что в знаменателе стоит r в квадрате. С другой стороны, из школьного курса физики мы знаем, что вес тела это mg. Масса умножить на некую константу g, которая называется ускорение свободного падения. Как это сочетается с законом всемирного тяготения? А очень просто. Если мы подставим с одной стороны вместо силы f силу притяжения между камнем и планетой Земля, а с другой стороны подставим ту же самую массу камня на ускорение, с которым оно будет падать на Землю, то окажется, что ускорение тела не зависит от его массы, потому что масса с двух сторон сократится. И вот это ускорение, которое получается из закона всемирного тяготения, и называется ускорением свободного падения. И мы видим, что оно зависит от массы Земли и от ее радиуса. Таким образом, мы можем рассчитать ускорение свободного падения на любой другой планете и на любом другом объекте космическом, например, на Луне или на каком-нибудь астероиде. Например, астронавты, которые высадились на Луне, весили примерно в 6 раз меньше, чем на поверхности Земли. Что это означает? Означает, что если на Земле их вес составлял 60 килограмм, то на Луне они бы весили около 10 килограмм. Это размер такого среднежирного кота. Если бы они высадились на Марсе, то их вес составлял порядка 40% от их земного веса. Но если бы они улетели на какую-нибудь гигантскую планету, такую как Юпитер, то там они бы весили уже почти в 2,5 раза тяжелее, чем на Земле. Таким образом, чем больше масса тела и чем меньше его размер, тем больше будет сила притяжения или ускорение свободного падения. Ну и, соответственно, вес тел на поверхности этого объекта. И эта же величина, ускорение свободного падения, характеризует минимальную скорость, которая нужна телу, чтобы покинуть гравитационное притяжение планеты и улететь в открытый космос. И про возможности полета в космос мы с вами поговорим в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok